Продолжение следует... 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 Конечно, пример самый такой мощный и утрированный, но практически все, что у нас есть относительно скоропортящихся продуктов, замороженных, в принципе, даже фармакологической продукции, которая тоже требует особых условий хранения, оно сейчас все в простом доверии. То есть мы приходим в магазин, берем продукцию какого-либо бренда и говорим сами себе, что да, этот бренд подороже, но зато мне как-то поспокойнее. Правда ведь? Это же так работает. Почему? Потому что если кто-то будет жаловаться, то они потеряют прибыль, имидж какой-то. Но по факту в большинстве случаев бренд, который эту продукцию вам продает, не участвовал в этой доставке. Он купил, проверил тем же термометром на выходе эту продукцию, убедился, что в данный момент отгрузка там минус 18, и все. Больше он сделать не может в принципе. Устройства, которые могут отслеживать и записывать параметры в цепочке поставки, логеры, термометры, они в принципе не новинка, и они во многих вагонах, во многих транспортных устройствах есть. Но почему это не меняет ситуацию? Потому что водитель, хозяин этого вагона или этого автомобиля, может просто взять, и если у него там что-то произошло, оперативно, быстренько перепрограммировать, взломать его, может водитель. Если он в принципе этим занимается регулярно, у него это просто уже сделано. Он его перезапишет. Либо это, он же не один такой, он в сети. Он может сломать, он может сделать что угодно, что не позволит привлечь его к ответственности. Получается, вы все равно получили испорченный продукт. Хорошо, если вы это вообще заметили. Но к нему предъявить ничего не получится. Получается, что логеры есть, их достаточно много. Есть таблетки, есть градусники, есть промышленные большие термометры, которые сразу в чек печатают. Но на каждой из них есть множество способов обойти эту систему. Самый элементарный, обеспечивать ему отдельные условия хранения. Получается, что в принципе на данный момент все инструменты, которые существуют, их много, но они тем не менее все имеют большое слабое место, что данные с них могут быть задним числом испорчены сознательно. И вы об этом все равно или не узнаете, или не сможете ничего доказать. Это стало отправной точкой для того, чтобы мы сформулировали гипотезу, что блокчейн и конкретно сеть эрбономики, над которой работает вся команда АИРы, можно было к этой истории подключить. Мы предположили, что можно блокчейн как некий доверительный инструмент подключить, и в итоге мы сможем доверие данным обеспечить. Осталось лишь понять, как это возможно сделать. И у нас есть два кейса, которые мы сейчас изложим. Один из них относится, собственно, к тому участку процесса, который я описал, это транспортировка. Там достаточно просто отслеживать органолептические параметры ключевые, влажность, давление, температура. Сам по себе эти вещи не очень сложно отслеживаться. И это уже дает нам возможность в продукте не проверять его тысячей возможных способов, а действительно ли он живой, его есть можно. Или нам подсовывают, просто переклеив дату производства. Кстати, кто-нибудь знает, как отличить рыбу испорченную в упаковке вакуумной от рыбы неиспорченной? По количеству влаги? Еще версия. Постучать вот так по столу? Да нет, она и так, и так, в любом случае, жиденькая. То есть там же сок внутри. Она вакуумной упаковке, рядом лежат две одинаковых рыбины. Одна испорчена, вторая нет. Как их отличить? Эластичность. Там эластичность, вот надо пальчиком помять, и она будет по-разному реагировать, да? Вот есть же эти лайфхаки практически про все, что мы покупаем. Молоко, если пакетик слишком толстый, то, скорее всего, там уже брожение началось, лучше не брать. И прочие вот такие косвенные признаки, которые нам позволяют выжить в магазине, приобретая какой-то опасный потенциальный продукт. И вот эти лайфхаки мы пособирали, у нас будет даже некий сборник инструкций по выживанию в магазине, о том, сколько вообще люди придумали способов перепроверить продавца. Но вы представляете, что вы находитесь в положении, когда приходите в магазин, как на войну. Ваша задача там выжить. По большому счету, это же ненормально. В тех кейсах, которые мы попытались сформулировать, у вас появляется возможность просто проверить данные, которые вам предоставляет сам производитель, и убедиться в том, что все нормально без вот этих всех танцев с бубном. Второй кейс относится не к поставке, а к этапу производства продукции. Потому что даже в пищевой и фармакологической продукции, вот в всем том, что имеет большую потенциальную опасность для здоровья, если что-то нарушить, есть факторы производства, например, в законе четко сказано, что должны соблюдаться параметры производства, отслеживаться угрозы, критические факторы на производстве. Но они-то отслеживают, а мы-то откуда знаем, что они нас не обманывают? Может, они отследили, поняли, что накосячили, но все равно просто замазали корректора? Непонятно. Итак, кратко напомню компетенции АИРа и Аиролапрус, как родственной организации, то, что с самим блокчейном работа идет уже достаточно давно, и эксперименты, а где его можно применить в реальной жизни, мы делаем уже, по большому счету, не первый год. Команда достаточно серьезная, по крайней мере, для такой молодой и узкой темы. Были первые смарт-контракты с роботом. И вот история про контроль продукции, она не нами придумана, на самом деле. Мы не единственные, кто этим занимается, мы не высосали эту проблему, потому что в мире этим занимается, например, IBM. В России аналогичный кейс по задачам, по крайней мере, сделал Минтранс. Разница между тем, что сделали мы и Минтранс, в том, что у Минтранса третьей страной является государство. Все, что записывается, государство как бы верифицирует. Это гораздо лучше, чем ничего, но, опять же, на некоторых кейсах, которые мы чуть позже будем разбирать, мы сталкиваемся с тем, что государство тоже может скрывать социально опасную информацию. Итак, вводные условия этих кейсов в том, что закон действительно сейчас у нас выставляет, предъявляет требования к продукции, что это не желание общественников полубезумных, на которых обычно сваливают, что вот они чего-то непонятного хотят, а на самом деле все это ерунда. В законе прописано, что есть требования к продукции, и это здорово. Есть требования ХАСП, международная система, которая в России тоже применяется. Это про учет рисков производства продукции. Там достаточно сложный алгоритм, это аналог из СО-9000 для пищевой продукции. И, собственно, запрос клиентов. Это то, что я описывал, кейс инструкции по выживанию. Мы видим огромное количество лайфхаков, которые сгенерировал народ в попытке не купить испорченную рыбу. И все равно периодически проигрывают в этом бою. Исследования, которые мы провели, чтобы сформулировать вообще сами кейсы и проблематику, показали, что есть интересные, достаточно сложные проблемы на данный момент в реальности России. Это, например, устаревание спецтранспорта вагоны. Почти 90% рефрижераторов в 2020 году будут списаны устаревшими. И они новые закупаются гораздо медленнее, чем списываются старые. Был перегиб несколько лет назад, когда новые вагоны, спецвагоны не производились в принципе. Их там 50 штук в год, по-моему, было закуплено при списании в 200 или больше того. Получается, что вместо рефрижераторов используются термосы. Термос – это каждый раз на каждой станции выгружают продукцию, там падает температура, скачки происходят. Совершенно другой сценарий. Потом, фальсификация данных. Действительно, сценарии, при которых данные были фальсифицированы поставщиком, если они в принципе отслеживались, встречаются достаточно часто. И крупные торговые сети эти факты отмечают как большую угрозу для себя. И третья ситуация, что если какой-то производитель хочет предоставлять клиенту элитарную продукцию, и эта продукция достаточно масштабная, он должен закрывать с собой регион, лучше страну, то он не может доверять поставщикам. Ему приходится обеспечивать себе, они должны сами покупать себе машины, должны содержать водителей, должны обеспечивать все сопутствующие траты. То есть это непрофильный бизнес, так скажем. Потому что только в этом случае они могут контролировать каждый этап производства продукции, доставки ее, продажи и так далее. Если малый бизнес не может себе позволить обеспечить себе полностью грузовики с оборудованием, с тренированными, обучаемыми водителями, то у него элитарный сегмент практически не реализуется. Это очень маленькие компании, которые знают своих клиентов в лицо, и там вопрос грузовиков в принципе не ставится. Получается, что на данный момент есть проблематика, есть запросы со стороны общества к более здоровым продуктам, но нынешними инструментами этот запрос реализовать как минимум трудно, не получается в полной мере. Собственно, что в своем кейсе предлагаем мы? Использовать само оборудование, про сути, то же самое, что представлено на рынке, но избавиться от возможности фальсификации данных. То есть теперь, если вдруг произойдет какая-то авария, сбой, вагон разморозится, и данные об этом будут записаны, и изменить их задним числом будет нельзя, они будут записаны в блокчейн, то, с одной стороны, поставщик, логистическая компания понесет убытки, потому что скрыть свою ответственность она не сможет. Но с другой, если эта компания уверена в своей технике, регулярно проходит технические осмотры, регулярно обновляет свой капитальный фонд, то они могут предоставлять подобную услугу за, естественно, большую цену, тем производителям, которые сами обеспечивать себе штат водителей и грузовиков не хотят. И тут получится сцепка. Производитель может убедиться, что его продукцию доставили хорошо, клиент может убедиться, что его ни поставщик, ни производитель, потому что он тоже данные об истории на этапе производства записывает в те же логи. Его никто не обманул, его продукция, хоть она и стоит на 10% дороже, но зато я могу быть в ней уверен, я своему ребенку могу эту продукцию купить, не опасаясь того, что ребенок траванется. Это достаточно серьезная проблематика для тех, у кого есть дети, там резко подскакивает параноидальность, на самом деле. Маленькие дети и все боятся. Собственно, сейчас коллеги опишут сами кейсы. Первый кейс – это по фиксации параметров производства продукции, второй – по контролю дальнейшей поставки ее к потребителю. Мы оба кейса в железе уже экспериментируем, то есть это не просто теоретические выкладки, это уже то, что мы в той или иной степени опробировали на железе, это рабочие сценарии. И, соответственно, мы транслируем мысль, что такие эксперименты надо ставить и дальше, формулировать новые, более смелые гипотезы и думать, как можно использовать блокчейн именно в реальном секторе. Потому что, и это достаточно важная мысль, блокчейн является на данный момент единственным органичным инструментом цифровой экономики. Все остальное – это оцифрованная экономика. То есть, по сути дела, костыль между реальным миром и цифровым. Блокчейн является инструментом создания ценности изначально цифровой, без ее материального аналога. И это на данный момент уникальная вещь. Цифровая экономика в том виде, в котором ее, в частности, государственные структуры хотели бы видеть во многих странах, не только в России, она без блокчейна, по крайней мере, с нашей точки зрения, как минимум будет очень сложна к реализации. Спасибо, я передаю слово, Вадим, тебе. Может, ты сядешь? Ага, у меня Тайп-7. Есть, я снимаю. У меня Тайп-7. Вадим. 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 Мы создаем системы, которые содержат появившиеся данные большинство изменений и они больше не принадлежат производителю, а по-настоящему хватит взять продукт вместе с данными. Потому что в данном развитии данного развития стабильных доступ это данные все еще непередаваемые продукты вместе с продуктами. Я использую личный блокчейн, данные отделяются от владения производства. Проще открою, но мы не будем срабатывать. Честно говоря, в принципе, кинесово. Водина скажет о проекте производства фантастических данных. Сейчас, коллеги, технический момент, минуту. Вопрос по фальсификации данных. Как Вы подтверждали и доказывали, что данные спальсифицированы? То есть как Вы нашли прецеденты того, что обман случился, то есть не предположили, а именно доказали эту историю? Потому что достаточно серьезное заявление про фальсификацию данных. Это производитель теряет репутацию, но просто... Спасибо. Я правильно услышал вопрос? Фальсификация данных. У Вас на шестом слайде была предыстория анализа, что Вы нашли и доказали фальсификацию данных. Как? Не нашли, доказали. Мы нашли указание на то, что такие случаи достаточно частые. У нас по каждому кейсу, который мы разрабатываем, готовится исследование, достаточно толстая дипломная работа. И мы готовим отчеты по ним. И в рамках вот этого исследования мы просто находим, мониторим СМИ, мониторим какие-то профессиональные издания, в том числе научные статьи. И отслеживаем то, что в принципе профессионалы говорят на эту тему. То есть просто сняли слепо конформационного фона и сказали, что это примерно так. Ну тут еще самообразок. Да, или рыба стоимостью 100 евро. Это понятно. Вы просто говорите, что Вы проверяли это. У нас такие же кейсы, примерно похожие. Я чуть попозже, если будет интересно, расскажу. Но мы, например, чтобы доказать и привлечь какие-то инвестиции, вынуждены доказывать это. То есть недостаточно понимания информационного фона. Поэтому я спрашиваю, как, например, Вам удалось вскрыть поставщика, который замазал данные. Если он замазал, то есть Вы приходите к человеку и говорите, я тебе не верю. Ну как, подожди, вот трек, вот данные. Все, они чистые, то есть рыба не кто-то вообще ничего не знаю. Там выловили, она в плохом время тепла была. В холодном было, тепло было, не знаю, плохая рыба. Я не виноват в том, что я ее так представляю. Где правда? Вот, я про это и говорю. Либо Вы присоединяйтесь к ним и выходите на свет, либо Вы находитесь в серийзоне. То есть основная идея бизнеса такая. Мы как бы внедряем где-то, говорят, что кто-то большой молодец, то есть он открывает свои данные, а все остальные устаревшие ретрограды и себе что-то прячут. То есть в этом идея получается, да? Создание добавленной стоимости за счет появления автономных данных, которым я как потребитель могу доверять. Это толкает бизнес внедрить это и, например, повысить товар, стоимость своего товара на 15% на рынке при вложении в 2% от стоимости товара. То есть каждый товар будет стоить новых денег. Например, Вы смотрите, у Adidas, если Вы одежду в интернет-магазине заказываете, RF-идишная метка. RF-идишная метка стоит самая дешевая от 5 рублей. Ну там, условная цена. Вы готовы? Смотрите, они готовы потратить 5 рублей, чтобы повысить количество информации внутри себя, внутри организации. А возникает еще одна ситуация. Если у тебя в цепочке много компаний, от которых ты зависишь, например, Intel зависит от поставщиков ресурсов, руды для них. А эту руду могут, например, производить в Африке с рабами. Это вопрос цепочек, производственных цепочек, которые каждый раз поднимают сейчас, когда говорят о том, что если мы хотим поставлять качественную продукцию на рынок, мы должны знать свою цепочку обеспечения. Транснациональные компании их навязывают. При этом они понимают, что открытие этих данных потребителю повышает стоимость одновременно товара на рынке. Вроде как синергия возникает в направлении внутренней политики и внешней политики. Добрый день! Меня зовут Вадим, я DevOps в AirLab. Я работаю DevOps уже с прошлого августа. Сегодня я немножко постараюсь расширить эту тему, которая уже была озвучена, по поводу добавочной стоимости продукта. Ну и расскажу про кейс, который я решал в университете ИТМО по блокчинизации производственного процесса хим-биокластера, одного химического продукта. Здесь немножко обо мне. У меня степень по калавре. Сейчас я обучаюсь там же Ватмо на магистра по специальности Интертуальная робототехника. Немножко в общих чертах про кейс. Как правило, у нас, когда возникает вопрос доверия, мы можем его попробовать решить с помощью какой-нибудь третьей стороны, которой мы доверяем, чтобы она провела, например, аудит. Здесь представлена общая блок-схема, когда у нас есть некая компания, некий производственный процесс, у нас есть покупатель, и чтобы ему получить какие-то данные от компании, он вынужден обращаться через стороннего аудита, потому что, ну, сразу напрямую в компанию мы не можем. Компания, конечно, скажет, что у нее все хорошо. Окей, вызвали аудита, но вопрос доверия этой компании тоже открытый, и когда играет вопрос цены, то эти компании тоже могут договориться. Получается, что мы не можем напрямую доверять какой-то компании-производителю, мы отчасти можем доверять сторонней организации, но не можем полностью на нее полагаться. Это решается в нашем кейсе с помощью замены компании аудита на peer-to-peer сеть блокчейн, где данные сенсоров хранятся в блокчейне, и любой желающий может их получить, понимая, что их впоследствии никто не изменит. Немножко про продукт. Здесь представлена общая блок-схема химического продукта. Он основан на диоксиде хлора, и это такой бейджик, который вы на себе носите. Он абсорбирует все вредные вещества вокруг вас. Технология не нова, технология уже апробирована в Японии и имеет свой рынок. Это российская компания. Они взяли за основу наработки японские и производят продукт здесь у нас. К сожалению, у нас нет представителя, он бы вам подробнее рассказал. Но, как я уже упомянул, продукт основан на диоксиде хлора, и с ним есть интересная вещь, что если концентрация диоксида хлора в продукте меньше нормы, то это просто порошочек, который вы носите на себе, он не работает. А если она выше нормы, то он начинает отравлять вас. Соответственно, нужно держаться в рамках зеленой зоны. И когда вы покупаете просто этот порошочек, вы не можете на глаз определить какая там концентрация. Но в этой зеленой зоне он действительно работает. Все хорошо. Это не лечение, это в качестве профилактики. Вы носите его на себе, и в периоды, особенно в межсезонье, например, осенью или там уже весной, после зимы, в период всяких вирусов, он действительно абсорбирует все эти вредные вещества из окружающей среды. Они просто до вас не долетят, они не попадают в ваши дыхательные пути и так далее. Но, еще раз повторюсь, производителю очень важно заботиться о попадании в этот узкий коридор зеленой зоны, чтобы препарат работал, но не навредил человеку. Мы предложили такое решение. На производственной линии устанавливаем сенсор, датчик, который берет очередной пакетик, проверяет его, выдает концентрацию. Эту концентрацию мы записываем в блокчейн, дальше помещаем, печатаем QR-код ссылкой на эту информацию и печатаем на каждый пакетик. Если получится сейчас, я бы вам хотел продемонстрировать, как это происходит в жизни. Для этого мне придется воспользоваться своим ноутбуком, а потом я объясню вот эту схему. Как я вам уже объяснил, есть производственная линия. В определенный момент по заказу, это может быть по заказу головной компании или по вашему заказу, вы заказываете проверку качества какой-нибудь партии. Как правило, партия замешивается на много порошочков, поэтому нам достаточно проверить хотя бы один в данном случае. Собственно, давайте произведем заказ. Вот у меня здесь есть форма. В терминологии AIRA я сейчас отправлю спрос на одну услугу, которая умеет делать киберистическая система, которую мы построили. Я отправлю спрос на услугу, а проверь-ка мне качество данной партии. Я собираюсь купить, давай проверим. И я подписываю это сообщение своим приватным ключом. Никто его не сможет поделать, он хранится у меня на компьютере. Ну, будем надеяться, что с интернетом все в порядке и мы увидим дальше. Киберистическая система, в свою очередь, как экономический агент, она увидит мой спрос и она ответит соответствующим предложениям, что окей, да, я могу такое сделать. Здесь вы можете видеть от вас в правой части, это наша система проверки качества, а это стекробономики, он позволяет нам общаться с рынком, с эфиром и так далее. Нет, это модель, это максимально приближенная модель. Остановился. Значит, вот мы видим здесь ask вверху, приходит сообщение о спросе, который я сейчас отправил, все еще нет. Пришло сообщение о спросе, система реагировала соответствующим предложением. После этого на рынке у нас появляются два абсолютно одинаковых спроса и предложения, один хочет заказать проверку качества, система говорит, окей, я могу это сделать. Создается обязательство фабрики перед человеком о проверке этого качества и запускается весь процесс, вот там task сообщения, запускается процесс проверки. Сейчас, пока еще нет объемов, сейчас у нас лаборант получит сообщение, он пойдет, возьмет пакетик, высыпет его содержимое в жидкость, проверит концентрацию, грубо говоря, лазером. То есть по частоте отражения мы можем определить концентрацию, я не буду вдаваться в подробности, потому что тонкости процесса не до конца понимаю. Но когда он закончит, будем считать, что сейчас он сделал все правильно, впоследствии мы заменим его на манипулятор, который будет делать ровно то же самое. Когда он закончил, у него сформирован файл, в котором указана концентрация. И он этот файл, ну, к сожалению, не могу показать, здесь бы мы увидели, что мы бы этот файл с вами сейчас отправили, на выходе получили бы QR-код, который мы клеим на партию и печатаем все. Партия ушла в магазин, точнее в аптеку. Дальше вы приходите со своим смартфоном, сканируете QR-код и получаете данные по этой партии. Идея в том, что на самой партии должно быть напечатано ровно то, что покажет QR-код, вытащит из какого-то присутствия. Вот идет партия. Опять-таки оговорюсь, представим, что у нас сейчас большие масштабы. Про аптеку. Про аптеку, да. В аптеку придет коробок с вот этими вот порошочками, и на каждом будет QR-код напечатан. А QR-код, в нем будет ссылка, которая ведет на данные по этой партии всей. Данные, конечно, хранятся в блокчине, и оттуда берутся. Ну, на этом у меня все. К сожалению, не получилось вам продемонстрировать, но если есть вопросы по процессу… То есть я хотел бы в этом добавить, извините, что войдем в самый последний, с точки зрения конкретно информации, которую, наконец, не забывайте еще об одной очень классной плюшке чейна публичного. Если компания не станет, то чаще всего вместе с ней удаляется ее база. Потому что, ну, она же платит за сервера, если компания банкрот. И она должна соблюдать законодательство и ввести информацию о своих контрактах, всю свою IT-структуру. Она должна ее держать там три года хотя бы. Она ее не будет держать, она банкрот. Если вы находитесь на рынке, где у вас очень много поставщиков, которые появляются, пропадают, у вас есть рынок не очень стабильный, он инновационный. Потому что на инновационном рынке за три года только на рынке дронов 15 брендов поменялось как лидеры там практически в каждой стране. В эти моменты ты понимаешь, что если информация отдается и автономизируется, и ты понимаешь, что она там будет храниться, пока два дурака во всем мире останутся, которые будут чейн витка хранить. Я вас уверяю, это будет. Вы будете гарантированно знать, что информация эта в вашем регионе не пропадет вместе с пропажей этой компании. Это первый. Второй. Мне сейчас просто подходил Валера, наш молодой сотрудник, он сказал, Сергеевна, ведь Иван говорил, что вот компании засовывают в отдельный маленький морозильник сенсор, и во время движения все равно они обманут этот чейн, и туда хэш попадет, и это ничего не изменит. Но не забывайте, я не знаю, насколько вы это обсудили, что знание самих грузоперевозчиков о том, что информация будет потом неизменяема, оказывает на игроков рынка определенное психологическое давление. При этом появление интереса к такой услуге со стороны заказчика составляет их вопрос к производителю. Производителю, есть ли у вас возможность гарантировать вне поставки, что вы температурный режим не гарантируете? В реальности немножко по-другому происходит. Мы просто устанавливаем датчики на нож, вот трактор идет, он должен собирать снег. Мы платим за то, что трактор проехал определенный ход. Нам важно понимать, что нож опущен, что он снег сгребает. А еще важно, чтобы он это делал в том месте, где это нужно, а еще важно было бы, чтобы снег от нас было нормально. Сейчас про нож, про психологию водителя, который, по вашему мнению, взломает этот датчик. Да нет, не обязательно. Это обычный человек, который получает 8 тысяч рублей из ближнего зарубежья. Что он делает? Он понимает, что у него торчит этот датчик на ноже, что в момент, когда он нож опускает, датчик срабатывает. В момент, когда нож поднят, датчик не работает, ему не платят за это. Ну, он берет лопату и поиграл. Глонас работает, датчик не работает. Почему? Похуй зацепит. Мы боремся сейчас не с тем, что датчик не работает, что данные не верны, а как придумать коробку железную, чтобы она сквозь эту коробку сбивалась передавать. Знаете, как ваше поле звучит? У меня очень много варваров, которые с дубинами должны на технике высокого уровня. Так вы тоже самое рассказываете. Вы говорите, что водитель грузовика будет сознательно уменьшать объем подаваемого топлива на реприжератор, для того, чтобы что-то сэкономить. Да, но при этом же мы верим, что грохи на рынке будут становиться честнее, 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 потому что нормальная экономика, она все-таки стоит честный рынок, в итоге стабильный. И при этом люди оценят пользу использованию этого продукта, потому что с них, с самих честных компаний, снимет проблему. Как один нас решил когда-то проблему эксельных листов для всех предпринимателей в 95-м году, честных, которые не в блокноте писали. В итоге, если я правильно вас слышу, сейчас реально в продажных два кейса. Либо вы белые, пушистые, выходите на рынок, на открытые, раскрываете информацию, оценяйтесь в блокчейн. И вторая история, вы можете гарантированно хранить большие объемы данных, которые после вашего закрытия не будут иметь. Ну, то есть, за это, наверное, будут вкладывать деньги в инвестиции в эту историю. Ну, IBM тогда это продает, я видел презентацию, одни из самых ранних почин, они писали «пост эффекты», что транзакция дорогая, возможно, там, 3 цента, если какой-то контракт. Кто-то купил это у IBM? Смотрите, как это работает. Я просто сталкивался с… У IBM есть свои евангелисты, они приходят и тоже ищут проекты, которые… Они помогают проектам, которые, например, выбирают из множества технологий чейнов, именно IBM-овский чейн. Они им помогают, они его добавляют, например, в свой раздел, потому что там, как Microsoft в ажуре, добавляют блокчейн из-за сервиса. Появиться в Microsoft в разделе по блокчейну, по правде говоря, вообще несложно. Даже не надо никого знать в Microsoft. Редкий случай, потому что рынок настолько пустой, что там гигантно можно запрыгнуть легко. И вот IBM, в принципе, мое ощущение по конкуренциям, у которых было, у него есть постоянный спрос из клиентов, которые звонят и говорят, ну что там, есть чейны какие-нибудь. И с другой стороны, проекты, которые говорят, слушай, у нас тут чейны просят. А где проекты? И они бегают и говорят, делаешь, а на каком выборах? Нет, IBM. Ну, логичная же история, правильно? Все очень-очень просто, потому что большие компании, они не производят технологии, не покупают на ранней стадии. И потом, если я не путаю Росгидро, посмотрите, я не помню по Росгидрам, кто поставщик правильного освещения, где там автор правильного освещения. Но не буду гарантировать, но такую историю. У меня вопрос на понимание. В первой схеме, где между производителем и покупателем какие-то сомнительные с точки зрения доверия. Своеватые? Нет. В итоге покупатель подходит к этому пакетику, ставит смартфон и получает QR-код от информации. В точке зрения покупателя, QR-код, который оттуда дает информацию, почему он для меня покупатель? Потому что мы доверим. Почему я верю больше, чем вот эти вот там... Да, хорошо. Есть намного проще ответ. Я бы сказал бы, конечно, в том, что общество просветлеет и знает по правде, что из себя представляют пиринговые технологии, и как достигается консенсус в этих сетях. Но по правде ответ очень простой. Люди верят тому, что написано на упаковке. Как потребители? Всегда. И когда ты напишешь на упаковке прозрачная история, люди будут покупать это молоко, говорить о том, что на нем прозрачная история. Потому что так же было с этикеткой, на которой состав в первый раз начали писать. Были же продукты, сначала без вообще состава. Просто этикетка такая, там, лимонад. Потом человек понял, что я пишу это, и мое чаще берут с полки. И когда кто-то пишет достоверная информация о производстве, это молоко начинает продаваться. А потом дальше самое интересное. Если бы на молоке не было бы написано, на тебя бы не начали писать заявление о том, что у тебя плохая просрачная продукция. То есть интенсивность этих процессов, претензий потребителя растет экспоненциально процессу твоего им доказательства, что ты что-то там ингарантируешь. И поэтому получается, если твой продукт массовый, например, Тольятти молоко, пишет на упаковке завтрашнего дня прозрачная история, то количество обращений с жалобами, если не качественное молоко, повысится, потому что они же его обманули потребителя. Не можно проэкспериментировать. Это, ну, как бы, больше про теорию микроэнергии. То есть они, как бы, в любом случае, при появлении новой функции, доступной в любой информационной системе, у нее возникает ситуация, что люди начинают этим пользоваться. в массовый любой рынок, чего угодно покупают. У вас очень большой опыт участия в разных конференциях. Ну, вообще, как технология блокчейн, как идея и как техническая составляющая, она достаточно популярна сейчас. Вопрос именно производителей железа, датчиков. Вот, ну, я прошу прощения, я про ЖКХ все равно буду вас понять, потому что я ЖКХ, кем я занимаюсь. Например, до 4 стояка подается вода, горячая вода. На первом этаже ты открываешь, у тебя вода течет. А на восьмом этаже открываешь, у тебя вода не течет. Ты говоришь, что такое? Все плохо. В доме воды нету, и начинаешь писать жалобы. Сначала там, во всякие надзоры, потом мэру, потом депутатам, потом Путину. Это вообще весна, осень, путинские жалобы мы разбираем только так. Как и то, опрессовка системы подачи воды не была проведена качественно. В итоге, проходит эта заявка, туда посылается сантехник, он отключает все это и, как бы, делает все правильно, то есть убирает воздух из системы. Практика применения, например, попытка вообще прослепить качество упирается в один простой вопрос. Кто проинвестирует установку датчиков на каждую трубу? Потому что это миллион и миллион, если в рамках всего города смотреть. Мы на эту тему фантазировали. В первую очередь, в сторону все-таки управления транснациональными компаниями своих региональных производителей, потому что сейчас они работают по стандартам и сошкам. То есть, если есть в компании стандарты, она хотя бы придерживается, то ты приходишь и понимаешь, что твоя вода банаква. В общем, воду банаква или акваминераль вы покупаете, когда приезжаете в Африку. Потому что из всего, чего там стоит или вылезает, вы хотя бы это знаете. Говорите, о, но эту воду не привезли вам из Европы или из России или еще. Ее там разлили, но разлили на предприятие, за которое акваминераль отвечает головой. Поэтому она и головная компания. И у головной компании вечная проблема, как Алишер сейчас, ну, Газпромовский, я не помню, кейс, уже можно или нет. В общем, возникает иногда у головных компаний ситуация, в которой они-то и рады бы, чтобы соблюдались правила. Но вот компании могут ошибаться. Контролировать их тем, что они потом, подав неверные данные в головную компанию, изменят их, потому что у них все-таки инфраструктура локальная. Знаешь, что больше это не сделать? Может быть, мы для транснациональных компаний можем маленькую проблему решить. Это раз. Вот тут, если заменить вот это на головную компанию, а вот это на дочернюю, вы тоже самое помните? То же самое. Я разговаривал с Виноградовым, говорил, как только, если мы начнем это производить массово, мы будем это же не в лаборатории делать. И мы завод покупать не будем, потому что химикам покупать завод странное мероприятие. Он говорит, мы закажем у какой-то компании. Если у них будет маломощности, они купят еще у какой-то компании мощности. Это логичный процесс компании, обладающих интеллектуальной собственностью. Они не покупают ничего, кроме того, что будет помогать ей продаваться. Соответственно, все. Они, с точки зрения головной компании, даже на маленьком уровне Петербурга с двумя-тремя заводами встают на проблему доверия. Однозначно. Либо самим писать у себя и заставлять подключать заводы через API. Как вы? Представляете, какой я айтишник на заводе ради одного заказчика его мощностей будет его API. Что делать? Вот чем вопрос стоит. Какая скорость проектного вывода у вас сейчас? Например, мы говорим, нашли тему какую-то и хотим внедрить технологию в лучей. Сколько может пройти время в среднем? Смотрите, самый первый момент с точки зрения нас лично. Мы вообще останавливаемся после повторения одного сценария, потому что с фабрикой качества и с химиками сделаем и все, мы этот опыт описываем и идем дальше, потому что мы исследователи больше и не окром занимаемся предположить, опробовать и поделиться в open source всем решениям, чтобы можно было повторить. С точки зрения реальных сроков при сегодняшнем соотношении знаний в области и времени вам нужно, чтобы сделать кругу в конце от одного до трех месяцев, чтобы какую-то картинку вот так вот сделал Вадима, чтобы вот это хоть как-то показать и попробовать. Три месяца уже на это уйдет. Это немного денег, главное, чтобы человек хотел это делать. До миллиона рублей это максимально, что нужно по факту. И человек, который сам хочет сделать, чтобы он это сделал. А потом начинается вопрос, идет ли это в интеграцию или это чисто информационный проект. Если нужно информационную базу поменять в городе, ну, например, поменить контрольную панель города под умный и коннекты от других это самое быстрое, потому что все виртуально. Если надо обеспечить интеграцию, то это значит, надо найти вендора, с ним запартнериться, написать ПО под его аппаратное, то, что мы сейчас делаем там с любили ОМО, с ключиками. Вот мы на нас знаем, что это занимает уже еще месяца 3-4 и потом еще апробирование. И вот это самое непонятное, потому что там возникают такие интересные ситуации, что ты уже экспериментально реальный срок вывода любого стартапа в моем понимании, чтобы увидеть честно результат 2-3 года. Чтобы вот прям сказать, я согласен это тиражировать в этом городе. Быстрее я бы побеспокоился, если в городе решат через год уже внедрить какую-нибудь технологию на решение. мы решили и через месяц должно все работать. А там через 2 года это задаст. Был ли у вас опыт работы с контрольными органами? Например, вы вытащите какую-то информацию, вы говорите, это блокчейн, ей можно доверять, а контрольный орган говорит, не, 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 мы вообще не верим. Одно устройство с другим может работать в разном тайминге, например. И для того, чтобы вам доказать, что этот канал работает, прините к нам и заплатите 10 миллионов рублей. Поставьте криптокрук, закажите обучение, используйте криптокрук. Я говорю про вашу. Я знаю, как это у нас устроено. Я знаю, какие проблемы мы решаем. Я говорю, был ли опыт вообще доказательства того, что блокчейн технология, которой можно и нужно доверять? Самый лучший пример стоит вообще вот тут. Это Антон Галинович из Москвы с проектом, в котором он карбоновые рынки сейчас на блокчейн физически переводит. Пример в том, что даже при сопротивлении министерств, которые регуляторы представляют. А компании нажинки кто подписал выписку как он был педенец последний? нашим? Свист Крон. Кто? Последний Свист Крон была компания, которая выпустила у нас мобилеродные кредиты. Это сервоз бумаж компании, она принадлежит европейцам, работает в России. Вот. Она выпустила у нас полтора миллиона мобилеродных кредитов сокращений выпусков этих зачетных. Кто этого Финпром выпустил около трехсот тысяч? Вот. И это сопровождается просто не подписью регулятора, а подписью другого рынка в виде аудитора. Кого-то из признанных аудиторов. И они участвуют в таком процессе. То есть как бы конечно, как только ты приходишь к регулятору, он первое по криптографии начинает говорить. Все эти причины попадают в публичные чейны, то, что мы делаем. Записи не могут быть, на мой взгляд, сейчас легитимны, то есть признаться, использоваться в суде, как вот видите, нас обманул наш подрядчик. Потому что подписи в эфире не ортодоксальные относительно российского законодательства. Я знаю, что очень много других компаний, включая банковский сегмент, который устал от ограничения монополий на использование криптографии, которое кучится больше. Они сами первая часть. Вторая часть признания самых экспериментов, когда кто-то в бизнесе внедряет чейны, тут лучше смотреть на мировую практику. Что сказали в Европе? Мы никак не реагируем на проекты с чейнами с точки зрения наказания их или поощрения. Пять лет смотрим вообще, что происходит. И основной разговор, который я слышал, это то, что и в принципе у нас такая же сейчас среда. Ни туда, ни сюда, может быть, какое-то ведомство вас дернет, но особой поддержки там сильно не заручается. То есть, кого-то подергали в 13-м году за биткоины как в интерф-магазинах начали. Вроде до судов не дошло, все просветились, поиспугались, что-то происходило, кто-то уехал, но в принципе майнинг вы видите сегодня. Не сказать, что признание, то есть, если вы внедрите в городе, как на ведомство машины, скажете, так все скидываем отчеты, вот сюда, и хэшируем. что для этого потребуется какая-то объективность, потому что технологии не объект юриспруденции. Технологии это технология, как они уже применены, храните вы эти данные внутри России или не храните. Эти вещи можно пройти. Мы это стараемся делать. Есть, мы, например, для полетов, где у нас полет по смарт-контракту, например, там заказ по спеологии, мы предварительно, конечно, обращаемся, можно ли летать. предлагаем это сделать в рамках эксперимента, предлагая администрации что-то, то есть слой выше. А снизу все то же самое делаешь. Запускаешь публичный чей, платишь в эфире за транзакцию, который там эфир можешь намайнить на своей фирме, и у тебя дрон летит по контракту, а вся история его полета сохранена в личном получении, в котором даже твой регулятор может начать верить когда-нибудь, когда признает криптографию, которая там используется. И мы вот верим, что ну может быть люди подумаете и как бы примете, а мы пока дальше будем делать. Какая получается история марка качества без доверия регулятору? Чем меньше доверия, тем лучше. Чем меньше мы доверия основаны, тем лучше. Ну это же хорошо, это гражданское общество, правильно? А еще можно ли сделать? Мне более, что сейчас погрязнет, чтобы предложить эксперимент с продукцией нет, господа, мы сначала давайте с фабрики качества закончим и увидите просто видео о том, как торт с историей продается. Я знаю, в каком магазине он будет продавать, с вами заедет, просто не с... мы сейчас обсуждение переходим или еще что-то будет покажется. Надо закончить и... Прошу прощения и все старое. Нет, сейчас слово Алишу и все у меня спасибо. Чуть-чуть погромче вас не слышит там оживленное разводство в том, что можно создать данную оригинальную Продолжение следует... 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 И по разу. Имейте один замер и все. Вот это концепция распределенных сетей. Давайте мы попробуем не одну лодку за бешеные деньги пускать и молиться на нее, не дай бог с ней что-то случится. Давайте разделим на разных собственников, они будут меньшими капзатратами делать одну и ту же задачу во множестве историй. Мы этот кейс сформулировали в виде лодки, дрона самоуправляемого, который маленький, компактный, непосопоставимо дешевле того огромного научного судна, которое я показал ранее. И он в принципе может выполнять ту же самую задачу, что это судно, только местами даже лучше. Потому что это судно не зайдет в береговую зону, у него осадка ограничений. Этот кораблик подплывет к вам, вот прям чуть ли не в руки. Кораблик может проплыть по координатам, судно будет плыть, просто его шкурвалом управлять. Здесь оно плавает по программе, там у вас целый экипаж, который нужно содержать. Короче, это огромные затраты для того, чтобы получить просто одну единицу информации. В данном случае любой собственник, который подобную лодку, это конечно концепт, но подобную лодку приобретет и будет использовать для продажи данных с него, он не задается вопросом, почему его данным должны верить. Если данные пишутся в блокчейн, он к ним отношения не имеет, он сам их получает оттуда. Не он флешку вынимает и куда-то их загружает. Дрон проплывает, вот эта точка, видите, здесь даже видно зеленый шлейф, это сбросы ливневые. Он может по этой программе доплыть до этой точки, снять параметры в данный момент, и я, как его заказчик, я, как его владелец, получу данные уже из сети, а не с его флешки. То есть там элементарно пломбируется, и все, вскрытие лишает его достоверности. Соответственно, мы формулируем кейс москитного флота. На деньги, которые уходят на содержание одного корабля, можно закупить, да еще и не одним бюджетом, а распределенным, то есть разными собственными, возможными интересантами, можно закупить целый москитный флот корабликов, которые будут решать задачи чаще, быстрее и для самых разных интересантов. Вы сейчас, скорее всего, не сможете договориться с Институтом экологии, чтобы они вам померили в нужной для вас точке. Либо это будет очень сложно, у них госзаказ, нужно согласовать, нужно пройти кучу процедур. И спустя несколько месяцев вы получите свои данные, обив множество порогов и пожалев об этой затее. В данном кейсе, если вам просто нужно что-то узнать, вы покупаете у любого свободного дрона в сети, про сеть, арбономика здесь в основном аудитории говорить не нужно, у любого свободного дрона, который может выполнить эту задачу, покупаете эту информацию. И он сам плывет. Вы получаете ее с задержкой на время проплыва, не через месяц. А вам это стоило только нажать несколько кнопок на экране. Никаких формальных процедур. Это кейс, как мы его сформулировали. И вот, собственно, сейчас Павел это разработчик самой лодки, то есть той платформы, на которой мы разместили наше решение. Алишер разработчик именно IT составляющей, то есть а как эти данные записываются в блокчейн, как мы можем быть уверенными, что эти данные, в принципе, не фальсифицированы, уже кем-то еще. А только Алишер. Алишер представляет команду в данном случае. И Азиза, которая может рассказать уже, собственно, про экологическую составляющую всей этой истории, что же мы получили. А стоило ли это вообще затраченных усилий? Или все замечательно и так хорошо? Вот я сейчас покажу двухминутный ролик о том, как этот дрон плавал. Здесь запускали? Да, это... Есть ли ограничение по волнению, которое может дрон пережить? Ну, вы же испытывали же, по-моему, превысокое волнение, да? Ну, да. Азизор. Вот. Вот. Сейчас, снестись с сигнальными огнями. Еще очевидное возражение, что вандалоустойчивость у него, конечно, низкая. Но, поскольку это концепт, почему бы следующий прототип не сделаться с сторожем, с дробовиком? Батарея солнечная, можно на сдачу поставить? Ну, одно из возможных решений, это все-таки не такое большое судно, как эколог, показанный на слайде ранее, но все-таки лодка с экипажем, маленьким экипажем, в котором датчики являются не главной ценностью. То есть ты на своем катере можешь плавать, а в это время он выполняет заказ. И ты, получается, не оператор этого блокчейн-решения. Ты всего лишь предоставляешь ему платформу, которой он будет пользоваться. Соответственно, мы получаем реальную, вполне ощутимую, еще с какими-то огрехами, которые можно указать, что это и все про сертификацию, и про безопасность, и про вандальность, и про что-то еще. Но с каждым в отдельности таким возражением, понятно, что можно сделать. И, в принципе, сам по себе кейс вполне же не способен. Возможно создать такую распределенную сеть сенсоров, которые будут обеспечивать город, ну и вообще любой заинтересованный субъект, крупный, город информации о том, что сейчас в нем происходит. А если ты чего-то не знаешь, ты это не можешь исправить. Значит, отсюда мы пойдем уже к возможности бороться с тем, что нас не устраивает. Али Шерс, можешь прокомментировать именно составляющую блокчейн, или в принципе это все очевидно здесь? Нет, пожалуйста, можно простым языком комментируясь, как блокчейн применяется и чем он тут помогает. И еще вопрос на безопасность, если есть аспект остановительства, как, например, хайперы или заинтересованные лица из других стран, они не смогут получить этот вопрос? Как часто? То есть на каждый запас уже я ссоединенный контракт в зависимости, и у меня данные, которые собраны в процессе выполнения контракта, и измерения, что это еще можно делать? Спасибо. 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 И в этом случае можно учитывать, принимать безопасность нашей системы за близко к бесконечности за счет несоизмеримости величия, хотя взломать да можно. В случае, когда просто халатность, это за пределами вопроса, я надеюсь. Спасибо. Азиза, а можно тогда вопросы, результаты, которые мы получили, они о чем-нибудь вообще говорят? Спасибо. Спасибо. Вопрос в том, что у вас есть очень важный вопрос. Вопрос в том, что у вас есть очень важный вопрос. Вопрос в том, что у вас есть очень важный вопрос. Вопрос в том, что у вас есть очень важный вопрос. Вопрос в том, что у вас есть очень важный вопрос. Вопрос в том, что у вас есть очень важный вопрос. Вопрос в том, что у вас есть очень важный вопрос. Вопрос в том, что у вас есть очень важный вопрос. Вопрос в том, что у вас есть очень важный вопрос. Вопрос в том, что у вас есть очень важный вопрос. Вопрос в том, что у вас есть очень важный вопрос. Вопрос в том, что у вас есть очень важный вопрос. Вопрос в том, что у вас есть очень важный вопрос. Вопрос в том, что у вас есть очень важный вопрос. Вопрос в том, что у вас есть очень важный вопрос. Вопрос в том, что у вас есть очень важный вопрос. Вопрос в том, что у вас есть очень важный вопрос. Вопрос в том, что у вас есть очень важный вопрос. Вопрос в том, что у нас есть очень важный вопрос. То есть, если есть системы, она планирует Buddha происходит. То есть, если есть система я правильно понимаю, что в отличие от нынешнейших существующей себе системы, которые действительно куда-то, она мониторит, есть этот корабль – Ο Rabbit, он раз в год проплывает, замеряет поранили Aberto Druilleさん. Но корреляцию источники, он выявить таким образом, у него нет возможности. А если вы получите источник, то вы потом посмотрите, когда вы тоже получите источник, а вот что у нас, мы платим на восстановление. Вот это как раз очень интересно, что я сейчас подумал, что оплаты. Штрафные санкции, это тоже интересно. Он выделяет источники автоматически записывали. Штрафные санкции. Это да, в первую очередь, если по организациям может выбраться, или до определенного принадлежения. Если оно выше, оно не имеет права... Я тебе не думаю. Но сейчас он поправится, если вы получите сооружение, и вы поправите, если вы очистите, то вы поправите. Вот много же не забидаешься. Да, вот и забидаешься. Ну а последний из этого, интересно, как раз и деньги, и все как раз посадят с этими коробками. Винималишь. Каждый раз... Возвольте? Да. Возвольте. Возвольте решать эту проблему. Потому что не решать. Я на Аплодс Ивана попробую ответить. Про аискортик. Нет. В 97-м году, я тогда работал в ныре, мы сделали логический атлас. Чтобы не видели ни ревелторы, ни строители, ни тем более главные люди. Интермини wound力ov от Интерминия? О Falls Дмитрий Дмитрий Дмитрий? Вообще нет. Возвольте решатьing. или или там будет жилье для тех кто не можете позволить лучшие условия ты понимаешь что это опасно вот ты покупаешь я зайдешь она там самое дешевое в городе но ты понимаешь почему это не подвох не рекламный ход ты четко понимаешь ты там больше трех лет тебе не стоит там жить но вот сейчас пока у тебя тяжелая жизненная ситуация можно рискнуть здоровью но ты осознанно шаг и делаешь и мы сейчас по сути предвосхитили кейс который мы завтра хотим изложить это по мониторингу воздуху и там действительно вот эта логика и будет прослеживаться что если такие датчики будут стоять в городе хотя бы там в нескольких местах мы уже корреляцию какую-то увидим и там для тех же риэлторов и застройщиков и покупателей будет интересная информация сейчас я хотел антон юрьевич можно про эксперимент агаи вот мы гипотетически выстроили сейчас систему в которой мы про волгу знаем откуда что и зачем поможет это я сейчас вопрос тогда закончу и можем ли мы получив эту информацию попытаться но реально что-то сделать ведь им же там удалось добиться улучшения ситуации это хороший для нас сценарий или есть другой проще и вообще может не этим надо заниматься пока вы думаете в данном случае я думаю там разовая разовый замер в точке и он дольше плавая чем замеряем мы говорим об одном датчике да и в кейсе с воздухом это гораздо более злободневная задача для воды это Да, есть какой-то предел. Говорить за ребят, потому что я не отношусь в команде. Я могу сказать, что это всё может верно, а можно писать, когда у тебя есть, но со всей этой транзакции сейчас. Но дальше уже надо смотреть. И так же, и так же, и так же. В принципе, транзакция будет? Если вы пустили, то я не могу видеть. Да, получается, после того, как раз, у нас транзакция... Сколько? 130 градусов, пожалуйста. Ну, надо сказать. В общем, если пределы правил, это 130 градусов, это самый-самый. Сколько? У нас получается 80 градусов. А вот эти транзакции, 15 секунд, община, и в форме идёт, что можно отъездить, 20. А вот эта транзакция, это самостоятельно? Ну, это технические ограничения. Сейчас, на уровне пилотов, мы их принимаем как, ну, избыточные условия. Конечно, масштабирование пока проблемы. Зачем распределённые силы? Есть. Да, ну, сейчас нет эксперименциалов. Красный город, мы вас, опять, сервисы, в основном, и даже снижение, в основном, и снижение. В основном, и снижение, не снижение, а мы отсюда снижение. Сейчас, и снижение, снижение, и снижение, Дискуссия, мы доступ можем через обучение. А я предлагаю этот вопрос перенести на тот самый круглый стол по воздуху, он там гораздо злободневнее. Там действительно проблема, и вот там это можно действительно обсудить очень пристально. А здесь это сам по себе кейс изначально такой более умозрительный. С воздухом там он более жизненный, и там действительно вот этот вопрос я бы попросил вас снова поднять. Антон Юрьевич, так что у нас в итоге с Огайо? Стоит нам в принципе этой системой заниматься, или улучшить состояние Волги можно и проще? Ну да, ну конечно, речь идет о системе, как называемый мониторинг, что это деление фиксации, и это сам да, почему вы думаете, почему вы не получаете. Данное должно быть перенести в церковь, данное должно быть есть. Да, хорошо, мы вас ждем. Сможете спрогнозировать, распространение фиксации? Да, хорошо. Да, хорошо, мы ждем вас, когда звоните. Здесь есть порядка 10, не менее 10 видов, которые выбирают классичный кредит, то есть зачет по сокращению выбросов, включая вот этот городский кредит, вот этот городский кредит, вот этот городский кредит. И мы вам рассказывали, что от чего мы занимаемся. Мы говорим, что у нас есть, по сокращению, по сокращению, по сохранению заболоченности, если ты осушил болото, что-то там построил, ты обязан где-то в другом месте восстановить заболоченную землю, и весь, в большем объекте. Это чисто рыночный систем. Вот самой по себе, в том, что это рыночная система, торговля матушки крови, заключается основное препятствие для России, это очень великое восприятие пошитель NowChat, dumbestroy тем не менее добровольное что называется на уровне пиринга он так полный, она вполне возможна, технология, хорошо outработанная, о том числе, в частности Африканскийrage – показывающая среды, которые получаются недостатки. поддержку, как, что, мерить, как фоновое общее кредитное, как замерять и применять именно вот эти вот эти кредиты, вот эти отчетные сокращения, вот, их видов. Преатрик говорит о том, что возраст, возраст, возрасте, кто не знал, а вообще, я понимаю, вот органические, которые, кстати, они, любят, есть двух типов, скажем, источники, насколько ярко, когда не очень не нормально. Там города, дезинфицируют зиму, дезинфицируют, ьют здесь дезинфицируют и всё, что это в России, и вот здесь в этой местности, в России, что-то в ней все в крем, да, считают водорослез, и так далее, плюс, и достаточно Большое качество распределённых средств, если предприятие, то есть при том, что бросают то же самое. И если предприятие, скажем, мелкие источники, сокращаются, то есть предприятие, то есть предприятие, то есть предприятие сокращение относительно роста, который попадает в общую акваторию, и он может учитываться как внесение положительного принципа сокращения. По крайней мере, походу и взорв-заму не имеют совершенно крупную революцию по совершенствам своих новых сетей. Таким образом мы работаем с этой различной системой, когда затраты меньше, то есть заменяют более крупные необходимости. затраты от целых качеств. Так что эта система технологии, она достаточно хорошо отработана, всегда закописана, и она может здесь быть опробована. То есть, в принципе, то автосотографы можно взять обязательства, в течение какого-то срока, в течение такое-то количества отчетных сокращений сбросов, скажем, органических сокращений. И отчитаться вот этими заверенными единицами. От сокращений сбросов. Другое дело, как они относятся к данным объективного общего мониторинга из этой среды. Поскольку, если ты сократил, она будет единицей. Это просто не значит, что общая единица сократилась. Есть методология у нас, да, что, допустим, из американцев полагают, что у нас 10 тысяч. Берешь обязательно сократить, в одной из 3 тысяч человек, там кредит. Одну единицу, и ты должен произвести 4 кредит. Ну, есть такие методологии, как у нас на уровне это производится. Вот. И мы думали, как, собственно, это действительно значит, геизировать и есть схемы, как их можно интересным образом сделать. Только нужно, да, здесь обязательно нужна система общего мониторинга. Задачи которой, в том числе, и определить, что называется, базовый исходный уровень. Динамический модель. А о чем, как мы будем следить? Было-то как. Сейчас посмотрим, как это происходит. Если там город, власти хотят обчитаться о том, что мы не дели эти улучшения нашей воздушной и водной среды, то, опять же, ну как там, можно завысить, и никто это не проверит. Насколько вы сократили? А можно сказать, а у нас в общем-то было в том году, о котором мы считаем, в два раза больше. А вот сейчас, где стало в два раза меньше. здесь как раз система и мониторинг и верификация получается мы можем выстроить систему в которой если мы опускаем возможность этого да мы ее создали это вымозрительно она уже существует мы получили эту самую динамическую модель фотографию того как это на самом деле сейчас обстоят дела и в этом случае предприятия получают стимул к сельхоз предприятия получать стимул к переходу на органическое земледелие то есть то обязательство которое они на себя берут получается то есть по сути они могут дополнительный источник финансирования своей органической продукции это тоже получается такой рыночный инструмент из того что плоды и труда по повышению снижения мы получаем какую-то аналогию парижских соглашений парижские соглашения для волги во время которые они не заядовали как врага все время не добавили в России сначала войнка а теперь ваше деятельность и сами мы сейчас ставим скручиваем по противным говорим насколько она огромная эта проблема что страшно за нее просто браса но смотрите вот мы никто даже институт экологии не проводили в приезжали люди из того же правительства России, чтобы смотреть, а готов ли институт экологического бассейна в этой теме взять эту тему на себя? Они отказались. И никто не берет. Именно потому, что, наверное, с чего начать непонятно. Если на тему понятных вещей для сельхозпроизводителя, для фермеров, для того, для другого, ну хотя бы этот проворот сделать для начала, то доберутся и до Москвы, которая является сельхознительным полным чувством. В этом плане, конечно, идея, на мой взгляд, не просто. Я хотел только добавить, любая большая задача, конечно, вообще никак не может быть решена в один год, или вообще невозможно помыслить решение большой проблемы. Я хотел бы обратиться к тому, что уже сейчас из той же самой проблемы сталкиваются те, кто, например, больше шевелится с этим. Например, Сингапур. Сингапур, который находится на острове, и которому приходится жить в условиях, когда они, ну, очень ограничены по территориям, и очень-очень нужно быть аккуратными. Это мы здесь можем еще подслить, может быть. А там еще может быть хуже с этой ситуацией. Для них это критично. Ну, какие интересные вещи, например, на этом опте Сингапура мне было интересно увидеть. Выложенные данные о топографии местности Сингапура просто начали еще, сделали более качественный рынок девелопмента. Вот просто вот собрать информацию о городе, о его высотности, о том, как он сейчас выглядит, и отдать его, отдав это в общее пользование, отказавшись от индивидуальных прав на эту цирктуальную собственность. Это дал информацию, которой стали пользоваться множество участников рынка. И когда я задумываюсь о том, какую роль обычно сегодня все-таки инновации должны играть со стороны регулятора или со стороны общества, со стороны надзора, они как раз-то те, кто могут сказать, я не буду из этого делать деньги, но если я эту информацию дам рынку, то есть может воспользоваться целый рынок. И вот в этом направлении я считаю, что просто любой формат дата майнинга в регионе, любая информация, которая будет собираться, вообще любая, которую мы можем собрать, собрать, сохранить и предоставить вам общественное пользование, она в любом случае является, должно быть первым шагом. Вот Антона модель, которую он говорит, если мы сейчас себе поставим в зале, давайте определим экологическую модель Большой Бомки, мне кажется, ее никто не сделает. Как вы говорили, институты отказываются, ее никто не возьмет, потому что ну давайте, может быть, что-то одно начнем мерить. Вот такие вот шаги, скорее всего, интересны. И второе, вот мне Алексей Шаберин рассказывал о примере с Ельским университетом, мне эта тема очень запала в душу. Я люблю, когда игра образуется. Геймификация процесса, она всегда интересна, потому что процесс геймификации рождает KPI. Процесс геймификации должен создавать левел-ап и экспириенс. Экспириенс должен плюс 150 за квест такой-то означать. А значит, это показатели, которые добиваются. Например, соревнования между кампусами за утилитарность, которая лучше себя считает и обслуживает, для студентов интересное поле для деятельности. И в этом направлении стоит, мне кажется, всегда подумать, создавать конкуренцию внутри участников, давая им игру и на этом результате вырабатывая данные. Запускать, давать, объявить соревнования между университетами, кто лучше всего по мере загрязнения в углу. Вот то, что мы показали с Павлом. То, что мы сделали за три месяца, может делать, я вас уверяю, любой технический груз в Самарской области. Но давайте не один друг соберем, а десять. Это проекты хорошие для курсовых работ. Мое всегда пожелание, давайте ориентироваться на выпускников университетов и делать их как можно больше, заставлять их соревноваться друг с другом. Вот. Вот эти журнальные предмени, они, как называется, локальны, и они написаны в зависимости от того, как конкретно местный вопрос. Это средний пунктовый, как это все равно в каком местный вопрос. Ну, это понятно. Поэтому, я большой вулку тоже принесу вулку. Я собираюсь брать какую-то конкретную, полимедийно конкретную врусторию. То ли, здесь крупные источники, здесь масса мелких источников одного из того, как грязнение. Нет, не динам. Исполнее. Игровая симуляционная модель, которая просто может вовремя. Я не сейчас уже играю. Грязнительные играют. Сохранительные. Это другого. Леброкомбинат, когда, условно говоря, раз три квартала стирают, на своей химчистке, на своей задержке, знают, что они будут стирать. Игра идет уже вовсю. Нет, ну это другого рода. Игра, это игры. Почему они и ведущие? Нет, ну нет. Кстати, это интересно. Когда от текущих игр, которые происходят, мы можем брать этот опыт. И давайте просто другие рельсы для игры. Да, вот позвольте, я на этом моменте добавлю, поскольку являюсь основателем экологического фонда, фонда «Русский угроз» 2011 года. И наша миссия и залог успеха, который нам позволил многие большие экологические проекты реализовать и выйти на международный уровень, это конструктивное сотрудничество общества, бизнеса, власти и экспертного сообщества. И если мы говорим здесь об устойчивом развитии, той концепции, которую ООН считает приоритетной для человечества, то это одна из обязательных условий устойчивого развития, поскольку мы здесь все живем вместе. И я не являюсь экспертом по воде. В фонде много проектов в области улучшения качества воды мы не делали, но могу несколько позиций озвучить. Мне посчастливилось познакомиться с таким человеком, Даниловым Даниляном Старшим, бывший министр природных ресурсов России. Он еще был при Ельзе, да, министр природных ресурсов. Вот. А? Идо Ельзе. Ну, в общем, это человек, который действительно знает все о проблемах воды, потому что он сейчас является главой Института водных проблем РАМ. В целом его кругозор, его понимание устойчивого развития в комплексе, как окружающая среда должна быть в гармонии с экономикой и социумом, у него очень глубокое внимание. И вот мы в кулуарной беседе с ним обсуждали ситуацию с водными ресурсами России. Его экспертная оценка была в том, что состояние российских водных ресурсов примерно такое же, как в Индии. Все мы знаем, какая ужасающая обстановка там в Индии, да, чего они только там в эту реку не бросают. И, кстати говоря, тоже на правительственном уровне много раз начинали программу по очистке ганги, там, на других рек, без особых, кстати говоря, успехов. А в то же время, да, мы знаем, что сейчас есть нацпроект «Экология», о котором уже сказали. И в рамках нацпроекта «Экология» одно из важнейших направлений – это чистая вода, за которую отвечает Минстрой Российской Федерации. Есть, по-моему, управление по голове. Так вот, если мы говорим о том, чего начинать, да, рынки – это здорово. Мы знаем, в США работает рынок водных кредитов, да, и вроде как достаточно эффективно. Да, мы начинаем сотрудничество с Сингапуром, тут все вместе. Есть еще другие кейсы. Но все же наша деятельность фонда научила нас из того, что надо сначала понять эту картину. И вот как раз уважаемый Данилов Данилян говорил о том, что не проводилась вот такой вот полноценной инвентаризации наших водных ресурсов. Не проводилась, наверное, почему? Потому что это дорого, да, вот такие корабли с учеными отправлять. Ну, там, заклата нужна, там, еда, обслуживание, солярка, там, и так далее, да. Поэтому, наверное, эта проблема, она откладывалась. Инвентаризацию мы не проводили, мы не знаем сейчас состояние Волги, мы не знаем состояние, там, озер, мы не знаем много чего другого о наших водных путях. Сейчас появляются, появились, да, механизмы, кейсы, которые позволяют на этом сэкономить. Замечательный кейс с пожарной службой, да, где вроде как архаичная структура прислушалась, поняла, что она экономит большие средства, и в том, что трон будет мониторить, там, ситуацию с пожарами, да, и бюджет экономится, можно что-то другое тратить. Я думаю, что первым шагом, безусловно, должна являться инвентаризация текущего состояния, для того, чтобы в дальнейшем понять, где проблемные зоны, где менее проблемные зоны, как экосистема справляется с очисткой, там, да, может быть, какие-то нам нужны технологии биологического характера, да, может быть, нам нужен рынок. Чтобы моделировать эту ситуацию, нам нужно получить достоверную информацию. Технология, о которой я сейчас говорила, она позволяет эту достоверную информацию давать, хранить, и, может быть, даже создавать конкурс между теми институтами, научными группами, которые могут эту открытую информацию между собой использовать. И всегда конкурс – это, и рынок, конкуренция – это всегда намного лучше. Поэтому, вот по результатам нашей конференции, да, я, кстати, еще выступал в Росгидромете недавно, в Общественной палате, на, так сказать, выборах в Общественной палате, наблюдательного Совета Росгидромета. Хотя это, конечно, наверное, не очень Росгидрометовская тема, но, тем не менее, на мой взгляд, технология позволяет сэкономить значительные средства в рамках нацпроекта «Экология по инвентаризации водных путей». Это может проводиться и на Волге, и на Байкале, и в других регионах. Я думаю, что необходимо по результатам нашей конференции направить соответствующие предложения в те структуры, которые занимаются этими нацпроектами. Также в Росприроднадзор направить предложения, потому что там действительно это и выгода, это для них инструмент для того, чтобы иметь более четкую картину, он и повышает их показатели, да, там, по определению загрязнителей, да, и может их бюджет, так сказать, наполнить. То есть это выгода. Мы, когда что-то делаем, мы должны смотреть, чтобы это было всем выгодно, иначе это не будет реализовываться. Вот, наверное, я бы предложил начать с такого шага. А дальше на основе конкурса, на основе экспертных предложений уже понять, как нам улучшать эту ситуацию, улучшать обстановку с водой. И как можно больше экспертов и заинтересованных сторон к этому процессу подключить на таких площадках, как, например, общественная палата. Я бы хотел Александру передать слово, поскольку он представляет у нас СМИ, которая у нас тоже является важной стороной, да, всех общественных, политических, там, экономических процессов в нашей стране. И хотел бы понять его мнение, насколько эта тема сейчас актуальна для представителей, например, СМИ, и что можно было бы сделать для того, чтобы усилить нашу коммуникацию. Ведь всем известный случай, ну, многие знают этот случай, да, когда я почувствовал в Москве скверный запах тухлой капусты, и написал об этом пост, да, в Фейсбуке, отметив там все начальство города Москвы, которое отвечает эту ситуацию, по идее. После этого было Российским народным фронтом означено экстренное совещание, на которое прибыли все главы, ведомства, которые за эту ситуацию отвечают. Ситуация была разобрана с различных сторон, с разных сторон, в том числе со стороны информирования общественности. Поэтому здесь очень важно мнение наших замечательных СМИ услышать. Алексей, а за то, наверное, в середине настоящегося этого премьера Игорь Рокера и Никола с Левым комбинатом очень ярко может показать различия административного и Рудского оборудования. То есть если этот комбинат, который хорошо стирается от войны, может заменить шрафы, тем, что прямо летется от 20-ти количества экологических кредитов, скажем, 4 раза больше, то это не надо стоять в лошадках. А потому что у начала в СМИ в плане уроков не обещали, а потом появились переплодательные, которые расстроены в ласты, и все простигают, и все простигают, и все простигают. То есть на самом деле, вот если про токсиновый, то тоже приобретательной вселенной токситивный, тогда вы можете выйти на войну, и остановить пожарную, и доедать. Но вы это часто не делаете, потому что вам безопасно от стирки, на улице, ну тоже решение, просто эффективно решение. Мы можем много примеров, мы можем искать много, а также понимаем, что у вас цель, чтобы с ним загрязнение, сейчас достаточно много, если это не ясно, то есть то, что одно и то же место попадает, то вытих по часу в еду с 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 еду, я думаю, абсолютно согласен с этим подходом, в то же время считаю, что мы живем в наших реалиях, поэтому согласен с всем тем, что надо действовать, поступать, в то же время обсуждая и предлагая решение этих проблем, в частности, в рыночном решении. Господа, можно 5 минут дать голосу народа, вот, сказать, и надо закругляться, 3 минуты на койке получится, ну, условно, я думаю, я помню, что мы обещали больше, но 10 хорошо, и у нас будет последний, как я понимаю, нет, еще два стола, с одним большим перелом на ужин, вот, так что давайте 5 минут, и потом ходим. Ну, во-первых, хочется сказать, что мы месяц, наверное, полтора назад, да, пытались организовать такой проект, вот, аналогичный тому, что будет здесь презентован полотка, но мы хотели совместно с СМИ, как бы наши СМИ, проект плюс один, значит, AeroLab и общественная палата обрететь проблемные мусорные полигоны в Подмосковье, зафиксировать, ну, да, и там, конечно, конечно, фонд воскликлерот, и померить уровень загрязнений над этим полигоном. Ну, плюс, там, технология, как бы, методология, она уточнялась, мы так и не пришли, там, к конкретному пониманию, где и что нужно мерить, потому что там тоже понятно, что на полигоне много своих зон, и есть пограничные буфорные зоны, и там, соответственно, разные предельно выпустимые концентрации загрязнений. Вот, но, тем не менее, как бы вопрос повис на стороне общественной палаты, которая, которая давно, по сути, еще в начале года заявила так называемый проект национальной экологической экспертизы, и заявит и заявила, но понимания, как его реализовать, у общественной палаты не было. И вот, наконец-то, с помощью нашего проекта, как бы, им, к ним пришло это техническое решение, да, которое позволяет, по сути, вот этот проект реализовать. Но, в силу того, что структура достаточно, как сказать, костная, темная, да, и там сходятся интересы разных сторон, и государство, и бизнес, и разных других представителей. В общем, как бы, продвинуться в этом вопросе не получилось. Ну, еще, конечно, помешал момент то, что уже отпуск у нас, и у многих был отпуск. Но, тем не менее, как бы, мы продолжаем с ними общаться. Сейчас, в сентябре, продолжим, вот, переговоры, и, что хотел отметить. Вот, здесь правильно говорят, вопрос в доверии, да, и в прозрачности, вот, этих механизмов, процессов, проверок, первое требование со стороны общественной палаты, конечно, как бы, чтобы это было максимально все прозрачно. Они не хотят, условно, как бы, вместе с нами поезжать в полигон, там, проводить какой-то замер, а потом, значит, анализировать показатели, да, и, уже потом это анонсировать. Они хотят, изначально построить, как бы, дорожную карту этого проекта, провести пресс-конференцию, на которой они озвучат, именно какие полигоны, значит, будут проверены, и уже потом, после этого, приступать к реализации проекта. И, вот, мне кажется, как Леша сказал, что, раньше, здесь очень важны такие проекты, сначала, такие скользкие проекты, как, например, проект экологического мониторинга, реализовывать совместно, и проявлять, как бы, интересы всех, всех заинтересованных сторон, и действовать, как бы, сообщая, рассчитывая на это, синергийное изделие. А сколько общество сейчас, вот, интересуется этим, и готово ли? Общество, на самом деле, вот, на днях буквально, что свежее, да?